Ушел из жизни солдат Победы, ветеран Великой Отечественной войны Петр Алексеевич Арышев. Глава города Дмитрий Кощенко, председатель Думы Алексей Сатинов и спикер Окружной Думы Борис Хохряков выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким ветерана. Сочувствуют и разделяют боль утраты. Петр Арышев встал в строе в январе 1943 года. Тогда ему было всего 17 лет. Молодой солдат попал в гвардейский стрелковый полк, который был в составе 89-й дивизии Степного фронта. 270-й гвардейский стрелковый полк, который освобождал Харьков, Белгород. И, значит, я попал в 45-мм пушку противотанковую. И шел, значит, профорсировали Днепр. После Днепра пошли по Украине освобождать села украинские. Под Кировоградом меня ранило. После госпиталя Петр Алексеевич был направлен в военное минометное училище. Армии требовался командный состав. Там и встретил День Победы. После войны он еще много лет был в строю. Служил в разных воинских подразделениях. В конце 60-х Петр Алексеевич уволился в запас в звании майора. И служил еще в армии до 68-го года. В общем, 28 лет. Прослужил еще в армии. Уволился. Потом работал в школе военруком 17 лет. Это все где происходило? В военруком это где вы работали? Работал уже в Алтайском крае. В Алтайском крае в средней школе работал. Военруком 17 лет проработал. После выхода на пенсию и переезда в Нижний Вартоск, уже в городском совете ветеранов, Петр Алексеевич продолжил воспитывать подрастающее поколение, прививая молодежи патриотизм. Молодому поколению желаю любить родину, служить честно и добросовестно. Если понадобится, защитить ее, защищать ее так, как мы ее защищали. Символично, что родился защитник Отечества в день воинской славы 23 февраля. В этом году ему исполнилось 97 лет. Телеканал Самотлор выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана.